добрый день в этом видео я расскажу как собирается головоломка с необычным названием birds adorin the phoenix что в вольном переводе обозначает птицы обожающие феникса слишком много слов для одного кубика поэтому я буду называть его проще феникс куб у него есть старший брат с таким же названием на форме для каэдра его будем называть феникс мегаминкс что у одного что другого расцветка может быть разная но кубики мегаминксы разных цветов собираться будут одинаково феникс куб является модификации стандартного кубика рубика 3 на 3 из-за меньшего количества цветов и одинаковых деталей собирается проще но есть некоторые моменты которые не встретишь в обычном кубике рубика да и при перемешивании форму он немного меняет если вы умеете собирать кубик 3 на 3 то попробуйте собрать феникс куб самостоятельно и только в случае затруднений вернитесь к этому видео для всех остальных я сейчас подробно расскажу весь процесс сборки таким образом чтобы это было понятно даже тем кто только начал знакомиться с миром головоломок в кубике рубика есть три типа элементов это центры ребра и углы центры это одноцветные элементы которые находятся в центре каждой грани они жестко закреплены на крестовине и не могут перемещаться только вращаться у кубика рубика шесть цветов поэтому все центры разного цвета феникс куб тоже имеет центры это два вот таких квадрата у меня это один красный другой желтый у вас мог быть других цветов они находятся на тех гранях которые одного цвета на красной грани вот здесь красный центр и на желтой грань желтый центр на боковых гранях центры это вот такие объемные элементы они полностью зеленые из-за их ориентации в процессе сборки надо следить таких четыре красный желтый и четыре зеленых у вас цвета мог быть другие но смысл не поменяется на кубике рубика ребра это двухцветные элементы которые находятся на середине ребра у них два цвета таких элементов на кубике 12 здесь же ребра одноцветные их три вида по четыре элемента вот такие вот желтые которые были на желтой грани крупные треугольнички аналогичные красные еще четыре и вот такие вот узенькие зеленые тоже четыре ребра находится между центрами всего ребер также 12 в отличие от кубика рубика эти треугольные ребра находятся на углах головоломки углы на кубике рубика трехцветные и если на фениксе на углах находились ребра то у стандартного кубика все как и должно быть углы находится на углах их 8 у феникса углы смещены то вот такие одноцветные маленькие элементы находятся на середине ребра четыре желтых и четыре красных по форуме они все одинаковые различается только по цвету можно также вспомнить фишер куб у которого на углах располагались ребра а на ребрах углы есть много общего у двух этих кубиков собираются не очень похожи только феникс куб проще из-за меньшего количества цветов собранным состоянием читается вот такое положение когда у нас есть три отдельных цветных слоя желтый зеленый красный они могут быть другими но нижний слой средний и верхний должны быть одного цвета вот так выглядит перемешанное состояние с измененной формой можно перемешивать и без изменения формы но так собирать не очень интересно естественно гораздо проще для того чтобы выполнить сборку оптимально нужно начинать с квадратных центров у меня это желтый или красный но не с таких вот объемных центров которых 4 одинаково то есть два уникальных желтый красный нужно выбрать с какого начать сборка ничем не отличается поэтому давайте начнем с красного рядом с красным центром нужно поставить четыре вот таких красных ребра так чтобы они совпадали по форме мы видим одно ребро здесь уже находится по форме она не совпадает его можно либо переставить на другое место таким образом либо если остальные места заняты развернуть нехитрым приемом для этого мы ребро опускаем на себя верхний слой поворачиваем по часовой стрелке после чего вот это ребро передней гранью подводим к центру и тогда уже форум будет совпадать попробуем еще вот какое-то красное ребро подводим к центру видим что по форме не совпадает либо переставляем на другое свободное место либо разворачиваем на этом на себя вверх по часовой и передней гранью ребро ставим на место в итоге вот уже два ребра около красного центра находится ставим остальные можно поставить сюда или поставить вот сюда сюда наверное удобнее сразу форма правильная и остается еще одно ребро и вот 4 ребра собраны кажется что собран и весь слой но если посмотреть сбоку здесь вот эти желтые уголки неправильные да и красный некрасиво стоит нужен будет разворачивать а вот это стоит хорошо но для начала нам достаточно чтобы рядом с красным квадратным центром стояла 4 красных ребра которые совпадают по форме но это не все на кубике рубика этот этап равносильно сборке креста но нам не нужно совмещать боковые цвета но зато нужно развернуть вот эти центры получается что вот эта ситуация крест на кубике рубика и вот такой вот красный слой без собранных уголков на фениксе это равнозначные ситуации далее мы должны феникс куб перевернуть красным вниз и проверить как вот эти красные ребра совпадают зелеными центрами мы видим что здесь форма не совпадает здесь тоже здесь по форме все совпадает это хорошо здесь не совпадает три центра не совпадают по форме один совпадает нужно сделать так чтобы вот этот центр и это ребро по форме совпадали. Это можно было предусмотреть сразу при сборке креста, но если проще это делать отдельно, то можно воспользоваться следующей комбинацией. Мы вот этот центр вместе с ребром разворачиваем на 180 градусов. То есть делаем так, чтобы ребро, которое было снизу, оказалось сверху. Его легко отличить, так как все красные элементы крупные остались внизу. Далее мы отводим его в сторону. После чего поворачиваем центр на 90 градусов. Либо вправо, либо влево, не важно. Главное, чтобы он развернулся вертикально. Возвращаем ребро. Видим, уже в форме все совпадает, поэтому можно вернуть на место. Теперь у нас ребро совпадает и с этим центром, и с этим. Переходим к следующему и делаем то же самое. Разворачиваем на 180 градусов, поднимая красное ребро вверх. Отводим в сторону. Поворачиваем центр. Возвращаем ребро. И ставим все на место. Форма совпадает. Ну и четвертый центр. Поднимаем наверх. Отводим в сторону. Подворачиваем центр. Возвращаем. Ставим на место. Этот этап можно делать разными способами, но этот универсальный и работает почти на всех шипмодах 3х3. Теперь можно считать, что мы собрали правильный крест. У нас получается красный центр. Вокруг него четыре красных ребра, которые совпадают с зелеными центрами. Все четыре. После того, как мы собрали красный крест, либо крест другого цвета, нужно сюда добавить маленькие красные уголки. Вот это стоит правильно. Нужно сделать так же с остальными. Для этого нам потребуется комбинация под названием пиф-паф. Покажу на кубике Рубика. Снизу у нас собранный крест. Ставим справа сверху уголок, который хотим поставить на свое место. И делаем следующее движение. Правую грань от себя, верхнюю грань по часовой стрелке. Правую грань на себя, верхняя грань против часовой стрелки. Два хода в одну сторону, два хода в другую. И видим, что уголок встал на свое место и смотрится красиво. Мы сделали пиф-паф один раз, но может потребоваться и несколько применений. На кубике Рубика, если белый цвет направлен вправо в этом положении, то нужно сделать один пиф-паф. Если белый цвет направлен вверх, то придется сделать три пиф-пафа. Поднимаем, поворачиваем, опускаем, возвращаем. Поднимаем, поворачиваем, опускаем, возвращаем. И еще раз. После этого уголок становится на место. В случае, если белый цвет направлен на нас, то нужно сделать либо пять пиф-пафов, либо один обратный. Обычно пиф-паф я уже показывал, поэтому покажу обратный. Нужно сделать те же движения, но в обратном порядке. Сначала мы поворачиваем верхнюю грань, после поднимаем правую и отменяем оба. Поворачиваем верхнюю против часовой и правую на себя. Тогда уголок становится на место. Если вдруг на верхней грани уголки кончились, а он находится внизу, но повернут как-то неправильно, то для того, чтобы отсюда поднять его наверх, нам нужно сделать один пиф-паф. После чего определить ситуацию и выполнить один, три, пять пиф-пафов, либо один обратный. В данном случае потребуется три. Один, два, три. Таким образом собираются все уголки первого слоя. Феникс Куб придется держать немного в другой проекции, так, чтобы перед нами был вот такой зеленый центр. Не вот так, как кубик Рубика, а вот так, немножко по диагонали к нам. Смотрим на правый нижний слот. Тут нет красного уголка, вместо него желтый, но такой уголок есть сверху, а значит мы должны сделать сколько-то пиф-пафов, чтобы его отсюда отправить вниз. Можно, конечно, пиф-пафы не считать, а просто делать их до тех пор, пока уголок не встанет на место. Но можно обратить внимание, что уголок не симметричный, и у него есть вытянутая часть, такое вот острие. Направление вот этой острой части соответствует белому цвету на кубике Рубика. То есть, если острая часть направлена вправо, нам нужно сделать один пиф-паф. Поднимаем правую грань, поворачиваем верхнюю, опускаем правую, возвращаем верхнюю. И смотрим, красный уголок встал на место и по форме совпадает. Ищем следующий. Вот следующий уголок. У него также острая часть направлена вправо, и здесь место свободно. Также делаем один пиф-паф. все на месте. Идем дальше. Здесь место занято, уголок искать не нужно. Здесь уголок стоит на месте, но по форме не совпадает. Чтобы его отсюда извлечь, нужно сделать тот же самый пиф-паф. Смотрим, опять уголок острая частью направлен вправо, а значит достаточно одного пиф-пафа. И все собралось. Если красный уголок острая частью направлен вверх, то сделать нужно три пиф-пафа. Снизу место свободно. Перед нами зеленый центр. Делаем три пиф-пафа. Поднимаем, поворачиваем, возвращаем, возвращаем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, возвращаем. И еще раз. Все собралось. Если уголок острием направлен на нас, то нужно сделать пять пиф-пафов, либо один обратный. Я покажу один обратный. Сначала верхнюю грань почасовой, потом поднимаем правую, возвращаем верхнюю и опускаем правую. Получаем, что первый слой собран. для сборки второго слоя нам опять потребуется комбинация из кубика рубика. Здесь уже собран первый слой и нужно вот на эти места поставить четыре ребра. Находим ребро, располагаем его над центром и выполняем следующую комбинацию. Отводим ребро влево, вращая верхнюю грань почтовой стрелки, поднимаем правую грань, возвращаем ребро и возвращаем это движение. Получается вот такая пара, два похожих элемента. Белым цветом отводим пару назад, после чего поднимаем передней гранью место, где должна эта пара стоять, возвращаем пару и опускаем переднюю грань обратно. В итоге ребро отсюда переместилось вот сюда. Можно этот алгоритм делать и зеркально, но для феникс-куба достаточно и одного направления. Я смоделировал ситуацию, когда на втором слое нет ни одного правильного элемента, везде видим желтые ребра с верхнего слоя, а значит мы просто берем первое попавшееся ребро зеленое, которое на верхнем слое, и ставим его сюда. Перед собой располагаем центр, над ним нужное ребро, но они все четыре одинаковых, так что других пока вариантов нет, и выполняем ту же комбинацию. Отводим ребро влево, поднимаем правую грань, возвращаем ребро, возвращаем правую грань, получаем вот такую двухцветную пару, острым концом, управляем ее назад, далее передней гранью поднимаем место, где должна эта пара находиться, вставляем туда пару, и возвращаем переднюю грань обратно. Видим, здесь появилось зеленое ребро. Продолжаем так дальше. Здесь уже место занято, перехватываем феникс куб, другой центр, здесь место занято желтым ребром, значит, сверху ищем зеленое, ну здесь три зеленых и одно желтое, если бы желтое стояло бы здесь, мы бы его поменяли на любое зеленое. И повторяем процедуру, отводим налево, поднимаем справа, возвращаем, возвращаем, появилась пара, острым концом ее отводим назад, переднюю грань поднимаем, здесь место, вставляем туда пару и возвращаем. Вот уже два зеленых ребра по местам. Перехватываем, перед нами снова центр, справа желтое ребро нужно менять, а сверху осталось два зеленых, возьмем вот это. Отводим в сторону, поднимаем справа, возвращаем, возвращаем, отводим острым концом назад, поднимаем переднюю грань, вставляем пару, опускаем переднюю грань. Мы поставили третье ребро, перехватываем еще раз, сюда нужно поставить четвертое, сверху у нас желтое, подворачиваем сюда зеленое и отсюда будем приставлять на второй слой. То же самое делаем. отводим в сторону, поднимаем, возвращаем, возвращаем, острым концом назад, поднимаем передней гранью место, вставляем туда пару и опускаем. В итоге у нас первые два слоя собраны. Других ситуаций при сборке второго слоя быть не должно, но к зеленым ребрам мы можем вернуться при сборке третьего слоя, для того, чтобы решить псевдо паритет. Далее на кубике рубика нужно собрать желтый крест. На кубике рубика помимо собранного креста возможно всего лишь три ситуации, на феникс кубике возможно еще две. Сейчас мы обращаем внимание только на ориентации ребер. Как повернуты углы нам пока не важно. Вот сейчас все четыре ребра желтым цветом ориентированы наверх и совпадают по цвету с центром. Этого нужно достичь. Наиболее частая ситуация это палка, когда рядом с центром два ребра которые правильно ориентированы и они находятся напротив друг друга. Не рядом, а напротив. Нужно взять кубик так, чтобы слева и справа были правильные ребра, то есть палка была горизонтальна и выполнить следующее движение. Переднюю грань поворачиваем по часовой стрелке, делаем пиф-паф и возвращаем переднюю грань обратно. Все четыре ребра правильно ориентировались. Да, здесь еще повернулись и углы, но это сейчас не важно. Главное сделать крест. Другая ситуация это галка, когда также два правильно ориентированных ребра, но они находятся рядом, не напротив, а рядом. В этом случае их нужно расположить одно слева, другое сзади и сделать похожую комбинацию. Повернуть переднюю грань, но уже два пиф-пафа. Первый, второй и возвращаем. Видим, что все четыре ребра правильно ориентировались на уголки внимания не обращаем. Также возможна точка, когда вокруг центра нет ни одного правильно ориентированного ребра. Углы пока не важны. В этом случае мы сначала делаем комбинацию для палки, то есть передняя грань, пиф-паф, передняя грань обратно. И получаем галку. Угл не важен, вот ребро и вот ребро, они располагаются рядом. Перехватываем кубик так, либо вращаем верхнюю грань, чтобы одно правильное ребро было слева, а другое сзади. И делаем фронт и еще два пиф-пафа, стандартную комбинацию для галки. и получается крест. Я сначала покажу те же самые ситуации на феникс кубе. Если у вас картина другая, то просто подождите и будет ваш случай. После трех стандартных ситуаций я покажу две дополнительные, которые бывают на этой головоломке. В данном случае мы видим рядом с центром два правильно ориентированных ребра. Углы нам пока незаметны, на них внимания не обращаем. Хорошо заметно, что вот эти ребра ориентированы неправильно. Эти ребра располагаются напротив, значит это палка. Также держим феникс куб по диагонали зеленым центром к себе, поворачиваем переднюю грань, палка при этом горизонтально, делаем пиф-паф и возвращаем переднюю грань. все ребра правильно ориентированы, углы как-то там находятся, с ними разберемся на следующем этапе. Следующая ситуация галка, два ребра правильно ориентированы, располагаем так, что одно слева, другое сзади, ребра находятся рядом, делаем поворот передней грани, после чего два пиф-пафа. один второй вместо двух пиф-паф можно делать один обратный эффект будет такой же все четыре ребра правильно ориентированы ну и ситуация точка которую трудно с чем-то перепутать похоже что у кубика какая-то корона в этом случае для начала не важно как держать куб главное чтобы перед нами был зеленый центр делаем комбинацию для начала для палки передняя грань пиф-паф возвращаем переднюю грань и получаем что два ребра развернулись получается это галка располагаем одно ребро слева другое сзади делаем комбинацию для галки передняя грань два пиф-пафа или один обратный и возвращаем переднюю грань на место стандартные ситуации закончились бывает такое что вокруг желтого центра неправильно ориентировано только одно ребро а три правильно напомню что на кубике рубика правильно ориентированные ребра могут быть в количестве 0 2 или 4 ни одного правильно ориентированного ребра нет у точки уголки палки 2 правильно ориентированных ребра и у собранного креста уже 4 а нечетное количество там невозможно но это феникс куб и у него есть псевдо паритет который объясняется тем что вот это ребро второго слоя у меня зеленое оно симметричное и непонятно какой стороной оно здесь стоит если оно стоит неправильно то мы получаем псевдо паритет на верхней грани который помимо такого вида может принимать вот такой где только одно ребро правильно ориентировано можно подумать что использовать те же комбинации это тоже можно решить давайте подумаем что это палка одного элемента не хватает сделаем переднюю грань далее пиф-паф и обратно получим предыдущую ситуацию когда три правильных ребра ну предположим что нужно взять вот так и снова сделать палку делаем но ничего не меняется если будем делать из других положений то тоже паритет не решится подобной ситуации не является настоящим паритетом так как в кубике рубика 3 на 3 все-таки возможно и выглядит она вот так крест одного элемента не хватает и вроде кажется что второй слой собран но одно ребро развернуто на месте и для того чтобы псевдо паритет решить псевдо потому что он не настоящий нужно просто развернуть это ребро я покажу два способа как это сделать способ первый который не требует новых мы сначала на место этого неправильного ребра поставим любое ребро которое находится сверху тем же самым алгоритмом вот это отведем влево поднимем вернем вернем получилась вот такая вот не очень красивая пара отводим белым назад поднимаем переднюю грань вставляем пару опускаем в итоге здесь стало ненужное ребро находим нужное располагаем его опять над тем же самым центром и ставим на место тем же самым алгоритмом отводим поднимаем возвращаем возвращаем теперь уже пара красивая отводим назад поднимаем переднюю грань возвращаем возвращаем второй слой также собран а сверху находится уже ситуация которая нам знакома это галка можно сделать короче наша цель развернуть вот это ребро не разрушив первый слой здесь можно примить алгоритм из продвинутого мета сборки для 3х3 для начала делаем пиф-паф знакомые движения потом вот эта пара которая у нас здесь поднялась отводим ее назад вот этот уголок который был здесь опускаем вниз поднимая переднюю грань и вращаем верхнюю грань дважды после чего уголок возвращаем получаем вот два элемента которые нужно поставить вот сюда поворачиваем верхнюю грань чтобы уголок стал ближе и вращая переднюю грань против часовой вот эту пару перемещаем вот сюда после чего возвращаем переднюю грань на место В итоге ребро разворачивается, а здесь псевдопаритет решается Также можно любыми другими способами разворачивать одно из ребер, эффект будет такой же Для тех, кто знает язык вращений, внизу экрана написан алгоритм, который я сейчас продемонстрировал Повторю его чуть быстрее Пиф-паф Отводим назад Опускаем Разворачиваем верхнюю грань Возвращаем Поворачиваем по часовой И вставляем пару на место Псевдопаритета больше нет Сделаем то же самое на фениксе Также покажу два способа Сначала медленный, но без новых алгоритмов Располагаем перед собой зеленый центр Не важно какой Все четыре ребра одинаковые И можно любое из них развернуть К примеру, вот это желтое Либо любое другое Мы будем ставить вот сюда И потом зеленое ставить туда же Это переставляем сюда Отводим в сторону Поднимаем Возвращаем Возвращаем Получается чудная пара Отводим острием Назад Поднимаем переднюю грань Возвращаем пару Опускаем В итоге уголок на месте Здесь какое-то желтое ребро А зеленое оказалось На верху Подводим сюда И отсюда Ребро тем же алгоритмом Ставим на свое место Отводим в сторону Поднимаем Возвращаем Возвращаем Уже пара Красивая Отводим ее Назад Поднимаем Переднюю грань Вставляем Пару И опускаем Переднюю грань Два слоя Собраны Наверху Крест Псевдо паритета Нет Ну и более быстрый способ Располагаем перед собой Зеленый центр И делаем Следующее движение Пиф-паф Отводим Чуть назад Опускаем Красный уголок Разворачиваем Верхнюю грань На 180 градусов Возвращаем Уголок Красный Подворачиваем Поближе К своему месту Поднимаем Переднюю грань Поворачиваем Верхнюю Против часовой И опускаем Переднюю Псевдо паритет был Но больше его нет После решения Псевдо паритета Не обязательно Сразу появится крест Может остаться Палка Или галка То есть какая-то Знакомая ситуация Которую вы решать Уже умеете Остается Только Развернуть Уголки Они все одинаковые Переставлять их не нужно Но на месте Развернуть Придется Покажу как это делается На кубике Рубика Разворачивать может Потребоваться Четыре угла Как сейчас Три Или два Разворачиваются Они все одинаково Если необходимо Развернуть Два или три То просто нужно Делать меньше движений А использовать Мы будем Те же самые Пиф-пафы Для начала Мы поворачиваем Желтый крест Налево То есть Прокидываем кубик Так чтобы Желтая грань Стала слева Далее Смотрим На уголок Который находится Сверху Слева Сзади Вот этот Его Желтая грань Направлена Назад Если желтый цвет Направлен назад То нужно сделать Два пиф-пафа Если бы желтый цвет Был направлен вверх То пришлось бы Делать четыре В данном случае Делаем два Первый Второй Смотрим Желтый цвет Стал на ту грань Где крест То есть Развернулся правильно После этого Главное Кубик не перехватывать То есть Как мы взяли его В самом начале Так и держим До конца Сборки Раз этот угол Развернулся На его место Левой гранью Подворачиваем Следующий Здесь Желтый цвет Направлен вверх Нужно сделать Четыре пиф-пафа Один Второй Третий Четвертый Уголок Тоже развернулся Подворачиваем Следующий Тоже желтый цвет Направлен вверх Также делаем Четыре пиф-пафа Один Второй Третий Четвертый Развернулся В процессе сборки У нас разрушается Правая грань Но пугаться Этого не стоит Главное Не перехватывать Кубик И в конце сборки Все вернется На место Этот уголок Развернулся Подворачиваем Левую грань Желтый цвет Сзади А значит Делаем еще Два пиф-пафа Один Второй Правая часть Собралась Все уголки Развернулись Если нужно Развернуть Два Или три угла Просто у вас Процедура Закончится Раньше Если при вот таком Повороте Следующий уголок Оказывается Правильно ориентирован Просто его пропускаем И вращаем до тех пор Пока Не окажется Неправильный Если неправильные Кончились Значит сборка Завершена Все четыре угла Правильно ориентированы На кубике Рубика Мы видим Что еще Не все Стоит на своих местах Но на фениксе Это не важно И этап Будет последним Мы видим Что все четыре угла Тоже неправильно Ориентированы Располагаем Желтую грань Влево Получается Вот угол Кубика Вверх И другой угол На нас То есть опять По диагонали Перед нами центр И сверху центр В таком положении Будет и дальше Мы не перехватываем Пока не соберем Вместо желтой граней Мы обращаем внимание На острую часть Уголка Вот сейчас Острая часть Направлена назад Значит нужно сделать Два пиф-пафа Либо можно делать По два пиф-пафа Пока не развернется правильно После чего Переходить к следующему В данном случае Острие направлено назад И мы сделаем Два пиф-пафа Один Второй Смотрим что получилось Уголок Развернулся правильно Если бы развернулся Неправильно Мы сделали бы Еще два пиф-пафа С ним сейчас Все хорошо Подворачиваем На его место Следующий Здесь Острие направлено Вверх Значит Придется сделать Четыре пиф-пафа Правая грань Немножко разрушилась Но это не страшно Делаем два пиф-пафа И посмотрим Что получилось Один Второй Смотрим Видим что Не развернулся уголок Значит продолжаем Делать Еще два Так как Нужно было четыре Один Второй Итого уже Четыре пиф-пафа Уголок Развернулся правильно Ничего не торчит На его место Подворачиваем Следующий Здесь Острая часть Направлена Назад Делаем два пиф-пафа Первый Второй Проверяем Развернулся правильно Не перехватывая кубик Подворачиваем следующий Если стрие направлено вверх Значит придется сделать четыре Один пиф-паф Второй Третий Четвертый Главное Голомку не перехватывать Да все соберется Если вы Пытаетесь развернуть Эти уголки А у вас Кубик разрушился Значит вы его перехватили И вам придется начать Заново В итоге Смотрим Все Собралось Поскольку элементы Некоторые Одинаковые Сборка проще Чем у кубика Рубика Но из-за наличия Симметричных ребер Возникает псевдо Паритет Который нужно решать Такого На кубик Рубика Нет Ну и приходится Еще при сборке Креста Ориентировать Центры Если вам показалось Что феникс Куб слишком легкий И нужно что-то Посложнее То можно Перехватить его Вот так И начинать сборку Не с квадратных Центров А вот с этих Боковых Тогда На последнем этапе Появится необходимость Переставлять Ребра И углы Если вы умеете Собирать кубик Рубика То обязательно Попробуйте Собрать феникс Куб Таким образом Но если вы Просто хотите Собрать Главоломку И с другими Не особо знакомы То собирайте Начиная С квадратного Центра И все Будет легко Покажу пример Сборки Для закрепления Феникс Куб снова Перемешан Начинаем Собирать Красный Крест Я первым делом Обращаю Внимание Когда Ребра Уже По форме Совпадают Зелеными Центрами Тогда Их в одно Движение Можно поставить Красному Центру И здесь Ориентация Будет Правильная Но можно Так сильно Не углубляться И просто Собирать То что Первое Попалось Вот эти Два Пока Ориентированы Правильно А вот это Ребро Нужно Развернуть Самый Универсальный Способ Наклонить На себя Повернуть Вверх И Передняя Грань Против Часовой Да и Вот уже Три Собрались Понятно Что для того Чтобы поставить Вот этот Элемент Можно Повернуть Вот так И Вставить Это Ребро На свое Место Перехватываем И смотрим На боковые Центры Здесь Ориентировано Правильно Здесь Тоже Тоже И здесь Ну так Совсем Не интересно Допустим Что один Был Развернут Неверно Как мы Это решим Поднимем Наверх Отведем В сторону Развернем Центр Вернем Ребро И Опустим Вниз Стало Все Хорошо Правильный Крест Собран После Этого Собираем Красные Уголки Вот этот Острием Направлен Вправо Можно Его Переставить Сюда За Один Пиф-паф Вот этот Острием Направлен Вверх Здесь Здесь Место Уже Занято Поэтому Перейдем Дальше Здесь Тоже Занято А вот Здесь Свободно Переместим Его Над Свободным Местом И Сделаем Три Пиф-пафа Один Второй Третий Остался Еще Один Уголок Располагаем Над Свободным Местом Направлен Вправо Делаем Один Пиф-паф Понятно Что Если Вы умеете Собирать Кубик Рубика Быстро То Здесь Можно И Собирать Два Слоя Одновременно Но Я Показываю Самый Простой Способ Для Тех Кто Не Знаком С Другими Головоломками Далее Собираем Второй Свой Одно Ребро Стоит На Месте Заполняем Остальные Вот Это Ребро Поставим Сюда Отводим В сторону Поднимаем Возвращаем Возвращаем Получилась Пара Отводим Назад Поднимаем Переднюю Грань Возвращаем Возвращаем Дальше Вот Ребро Поставим Сюда Отводим Поднимаем Возвращаем Возвращаем Правляем Назад Поднимаем Переднюю Грань Возвращаем 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 Отводим Назад Поднимаем Переднюю Грань Возвращаем Возвращаем Два слоя Собраны Смотрим Что у нас Наверху Остался Псевдо Паритет Я его Решу Более Быстрым Способом Можно Дважды Применить Тот алгоритм Который Мы сейчас Как раз Использовали Но Мне хочется Побыстрее Из любого Положения Делаю Пиф-паф Вот эту Пару Отвожу Назад Опускаю Уголок Разворачиваю Вверх На 180 Возвращаю Уголок Подвожу Его Ближе К своему Месту Соединяю С ребром И загоняю В свой Слот В итоге Псевдо Паритет Решен Не пришлось Даже ориентировать Ребра Остается Только Развернуть Уголки У нас Вот этот Правильно Ориентирован Этот Нет Этот Правильно Этот Нет Опрокидываем Кубик Желтой стороной Налево Перед собой Центр Сверху Центр Смотрим На задний Левый Верхний Уголок Он Острым Концом Направлен Назад Делаем Два Пиф-пафа Один Второй Проверяем Развернулся Правильно Подворачиваем Следующий Он Хорошо Стоит Следующий Вверх Направлен Острый Конец Делаем Четыре Пиф-пафа Один Второй Третий Четвертый Все собрано Даже Доворачивать Не нужно Три Своя Красный Зеленый Желтый По цветам И по форме Все стоит На своих местах В итоге Нам потребовались Некоторые знания Из кубика Три На три Далеко Не все Пришлось Также Научиться Разворачивать Центр Второго Слоя И решать Псевдо Паритет На Желтой Грани Цвета Могут У вас Отличаться У меня Такие Если Хотите Сборку Усложнить Начните Ее С какого То Зеленого Центра Тогда Придется В конце Делать Дополнительные Этапы Но Если Просто Собрать То Делайте Как я Показал Тренируйтесь И все У вас Получится А на этом Все Всем Спасибо Всем Пока